Книга пророка Иеремии. Сегодня стихи из нескольких глав с 18 по 20, когда Бог снова использует Иеремию для того, чтобы он был человеком, который передавал его слово Божьему народу, который не желает слушать Бога. А значит, и не желает слушать Иеремию. 18 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Сначала Бог говорит что-то лично Иеремии. Вот что Господь ему побелевает. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он и работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Бог намеревается что-то сказать Иеремии, чтобы он мог это передать. И для этого, говорит, сначала пойди там, где горшечник имеет свою мастерскую в своем доме, и вот там я тебе скажу. На фоне того, что ты это увидишь, я тебе скажу. И вот что был фоном. Как раз когда Иеремия зашел, горшечник работал и лепил какой-то сосуд. И когда он это делал, что-то у него не получилось, именно в этот момент, что-то в блине было не так. Что бы там ни было, что-то не получилось, и что делает горшечник? Он снова в комокоду глину, и по-новому лепит, возможно, что-то новое, другой формы, новый сосуд. В этот момент, когда Иеремия все это видит, Бог ему говорит, дальше стих 5. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израиль. Первое, что Бог говорит, какая-то глина полностью зависит от горшечника, и он лепит, что считает нужным, не получилось одно склепить другое, так вы мой народ, но вы в моих руках. И ваша доля, и ты это должен передать, не от вас зависит, а от моих решений, от моих планов. Стих 7-го продолжается, это Божья речь Иеремии. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и поглублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю это зло, которое помыслил сделать ему. Бывает так, в судьбе другого ухода народа, я не намереваю сделать, ввиду его плохих действий, что-то плохое. Но если они не справятся, и дадут подать его мне, я сделаю из них хорошее. Стих 9. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и твержу его. Наверное, это прежде всего о евреях. Потому что они очень сильно были уверены, что если Бог сказал у них хорошее, Аврааму, что он благословит это семя, и в нем благословятся все народы. Если Бог это сказал, то все им гарантировано. И так и будет. Дальше. Но если он будет делать злыми предачами моими, и не слушаться гласа моего, я отменю это доброе, которым хотел облагательствовать его. Но если я желаю у вас сделать доброе, вы мне не подчиняетесь. Как-то глина не подчинялась горшачникам. Я имел намерение из вас сделать доброе. Но что-то пошло не так. По вашей причине. Что сделал горшачник? В комок эту глину сделать что-то другое. То же самое с вами. Если вы будете мне непослушны, хотя я имею намерение из вас сделать что-то хорошее, то по вашему послушанию, по вашему порту, то доброе, что я хочу сделать, я не сделаю. Стих 11, последний в этом комментарии Бога этой работы, работы горшачника, и что Иеремия должен будет в последствии передать. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло, и замешляю против вас и так. Обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте пути ваши, и поступки ваши. И Бог говорит, теперь я говорю, у вас злое, из-за того, что вы мне непокорны, непослушны, упорны, непослушны. Теперь мои намерения вас разрушить. Но сама эта притча говорит, но у вас есть планы, у вас есть возможности. Это мои намерения, я их вам озвучиваю, но если вы теперь в этих намерениях покаетесь, исправитесь, я снова готов дать вам благословение, сделать вас хорошим. Так Иеремия получил это откровение, и пошел их предавать. Поражает, очень сильно поражает, реакция людей, которые услышали эту притчу, притчу горшачника, ее столкование, услышали от Иеремии. И вот их реакция, стих 12. Но они говорят, не надейся, если вы покаетесь, будет хорошо. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. послушайте мне, будьте мне покорны. Если вы будете мне покорны, я сделаю из вас хорошим. Нет, мы не послушаемся, мы не будем покорны. Мы будем продолжать упорно делать то греховное, что мы хотим делать. Бог дал им это право, Бог дал им это право, этот суд как бы не получился или оказался ненужным. И где-то Бог в своей истории направил свою работу в создании чего-то хорошего, своего суперного народа, он делает сейчас в своей церкви. Хотя в Божьей милости, когда они сидят послушиваются, когда они покаятся, Бог снова возьмет эту глину, уже распавшуюся, и снова слепит уже испокаявшихся израильтян что-то хорошее. Итак, на этот призыв Божий они сказали, не послушаемся, не покаемся, будет так. Это история у Израиля и у Бога, который держит и нас в своих руках, является для нас и предостережением, и ободрением. Мы слышим, что Бог говорит у нас хорошее, Бог говорит, я вас благословлю, я вас спасу, я вам даю жизнь вечную. Это Бог говорит у нас. Но это то же самое, как и евреям. Бог говорит, я говорю это вам, но если вы вдруг с антиупорными, непокорными, неподатливыми, я имею такие у вас намерения, я вижу вас, как церковь на небесах, я вижу каждого из вас, как часть этой церкви, вижу в славе, и я сделаю из вас этот сосуд для моей славы вечности. Но от вас ожидается, что вы будете покорны в моих руках, и дадите мне право над вами работать, вас освещать, очищать, и вести вас в эту мою славу. В Новом Завете, это послание Якова, есть такие слова, о том, что такое настоящая мудрость, мудрость перед Богом, Яков 3.17. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, слово послушлива, буквально податлива. как бы уступчива. Настоящая мудрость, это когда мы в своей жизни покорны, податливы Богу. Глина, он горшачник, и он желает, что его намерение у нас хорошее и благословенное. Это также слова имеют утешение тогда, когда жизнь по нашей вине, по нашей вине пошла в тупик, или в кризис, или разбита, или мы имеем проблемы. Говорит, это так, но если ты послушаешься меня, и станешь мне покорным, я снова готов, даже из-за зручной жизни, слепить, что-то хорошее. Так как евреи отвергают, не послушаемся, не покорны, будем поступать по своим злым намерениям, тогда Бог в ответ снова Иеремию послали к горшачнику. Глава 19 с 1 стиха. Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшачника, пойди уже готовый сосуд у него купи, и возьми с собою старейшин из народа и старейшин священнических. И выйди в долину сынов единомых, которые у ворот хорщив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. Теперь пойди к нему и с этим сосудом купленным у него, возьми старейшин, выйди за стены города Иерусалима до тех ворот, которые выходят на эту долину особенную. Она особенная по-виду того, что там очень много нагрешились евреи. Искрыто в слово. И вот какое слово Бог повеливает ему сказать. Стих 4. За то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и ходят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни циих, ни цари иудейские, наполнили место сие кроме невинных. Особенно это долина иновых, на фоне которой Иеремия стоит с этим павшеном. Там они совершали глусные языческие обряды, когда убивали своих детей, жертвуя этим мидлом. И устроили высоты ваалу, чтобы сожигать циновей своих огнем вовсе сожжение ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и чего на мысль не приходило мне. Зато вот, Бог говорит, зато вот, вот что вас ждет. Давайте стих 8 И сделай город сей ужасами и посмеянием, каждый, проходящий через него, изумится. 9 И накоренуй их плотью сыновей и плотью дочерей. 10 И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобой. И скажи им, так, говорит Господь, так сокрушуя народ сей и город сей. Зато что вы так делаете противное, вас ждет судьба этого сосуда, который был разбит перед ними на черепки мелкие, который уже нельзя было склеить. И как вы сами, сами своих детей пожирали или убивали на этих идольских обрядах, я так вас притесню, будет такие беды, такой голод, такой мон, что даже будет до людоедства. Я предлагал вам покаяния, его отвергли, теперь этот сосуд будет разбит, Иерусалим будет разрушен, народ будет полностью уничтожен, только небольшой остаток останется, рассып, посеянный по краям. И это поручство Иеремия сказал там, а потом вернулся, ему Бог сказал повторить его в храме у ворот Иерусалимских, в самом храме. Когда его Иеремия повторил в храме уже второй раз, то вот какая реакция уже была в храме. Следующая глава, первый стих. Когда пасхор, сын Имера, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, его функция была священник и надзиратель за порядком в храме, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. И на другой день пасхор выпустил Иеремию из колоды. За это пророчество, которое Иеремия говорит от Господа, вас ждет судьба этого разбитого кувшина за ваши гнусные нерзости, которые вы делаете, то священник не принял это слово, не покаялся, не попросил Господи, что и говоришь, возмутился, и его обязанность была следить за порядком в храме. И он сам этот порядок нарушает, когда Бог говорит, Бог послал своего человека, он этого человека бьет, избивает, садит его в колоду на сутки, он посадил его в один день, а на другой день выпустил. Эта колода или эти как бы такие тиски, которые человека зажимали, стояли при входе где-то в храме, в одни из ворота храма. Только представь, что это даже не в комнате, это не в комнате, это в подвал. Затащили его в воротах, где все ходили. Иеремия там провел где-то около суток, день и ночь, скованным, там вот он и спал под открытым небом. В знак того, что он был наказан таким вот послуженным способом, потому что он якобы нарушал Божий порядок. Думают, что это была именно колода, которую усрешали или наказывали людей, которые якобы лжепророчествуют. а этот послужбе будет видно дальше, а он сам себя выдавал за пророк и говорил о том, что будет все хорошо, Бог вас не накажет. То есть лжепророк наказывает Божьего пророка, имея якобы полномочия. И когда Иеремию выпустили, ну вот, привел в колоде день. Это, может быть, как в России было, привязывали по сложному столбу, привязали, это было унижение, все могли пойти оскорблять. Иеремию отпустили. Иеремия сказала ему, не пасхор нарек Господь имя от тебя, но могор массавив. Пасхор означало мир вокруг, а имя, которое Бог делает другое, ужас вокруг. То есть ты претендовал на то, что несешь всем мир теми своими как бы лжепророчествами, но на самом деле ты принесешь всем ужас. Иеремия продолжает, что эти все беды будут, и с тобой будут, еще больше будут. Стих 6. И ты пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчеству вложил. Иеремия имеет смелость снова говорить правду. Правду, за которую бьют, сажают в колоду. Я не имею права не говорить правду. Дальше я бы хотел не говорить правду, но не имею правду. Ты просто не даешь мне права, а я тебе подчиняюсь. Я просто не подчиняюсь. Я хотел бы молчать, зная, что мне будет снова бить, унижать, оскорблять, угрожать, хотеть меня убить. Я не могу не говорить Господи, потому что ты выбрал меня таким засудом, дал мне такое служение, и я буду тебе верным. Даже в конце этой главе Иеремия говорит, Господи, я не рад, что я вообще рожден в момент своих страданий. Так тяжело жить и быть Божьим человеком. Говорить слова Божьи, которые никто не желает слушать. Собственно, Христос, помните, в Нагорной проповеди сказал уже как бы для нас, для тех, кто будет в Нему веровать. Матфея, 5 глава, стиха 11-го, Блаженнове, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Христос напоминает нам, что если мы будем Ему послушны, то нас ждет похожая судьба. Судьба пророков Божьих. Когда мы будем верны Ему, послушны Ему, нас будут гнать. Когда нас будут гнать, мы будем не рады, что Господи, ну почему Ты мне такую судьбу даешь? Будьте рады, потому что это жизнь Божьего человека, это жизнь пророка, это жизнь, за которую Господь дает награду на небесах. Стих 12 еще раз. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. На земле Он не обещает нам обещает нам какое-то особое привилегированное защищенное им положение. Утро сегодня мы слышали, как Он говорит о том, что я иду на крест и вас ждет такая же судьба. Кто хочет, и за мной возьми кресло. Этот земной путь со крестом ведет в его жемчужины ворота на небесах, где будет слава, где будет награда. А для этого нам нужно быть как глина в руках, быть податливыми, быть послушными, быть покорными. И пихать Господи, ой, не дави, уже больно. Он знает, что он делает. его намерение у нас наилучше. И доверимся ему, будем покорны ему, и пусть это будет для его славы поддам на спасение. Аминь.